Вместо пиксельной – голубая форма. Здесь не выдадут ни автоматов, ни саперных лопат. Юношам, которые будут проходить альтернативную службу, предстоит обучиться нелегкому ремеслу операторов Почты России. Сейчас в почтовых отделениях города работают преимущественно девушки. Каждый день они, не покладая рук, трудятся на благо жителей города. Рабочий день здесь начинается в 7 утра, когда специальный автомобиль привозит почту. В день примерно письменной корреспонденции поступает порядка 3-4 тысяч заказных и такое же количество простых писем. В страховой почте поступает посылок в пределах 100. И мелких пакетов у нас очень много сейчас приходит из Китая, и интернет заказов много. Все осложняется тем, что всю входящую почту нужно обработать и внести в базу данных. Делается это для того, чтобы клиент смог отследить свое письмо или посылку через интернет. Все это нужно сделать до 12 часов дня, ведь в это время на адреса выходят почтальоны. На этой операции несколько хрупких девушек. И такое тяжелое утро каждый день. Вопреки распространенному мнению, работа на Почте России – дело не всегда женское. Прибывающие посылки достигают веса до 20 килограмм. Поднять такой мужчине-оператору труда не составит. А вот девушкам приходится не сладко. В настоящее время в Рязани уже проходит альтернативную службу несколько человек. Срок обязательной работы составляет 21 месяц. И весь этот период мужчинам выплачивается заработная плата, предоставляются отпуска и больничные. Работа на Почте, ну, нелегкая для операторов, потому что они у нас универсалы. Им нужно почту принять, обработать, выдать извещение в доставку, обслужить клиентов на рабочем месте. В частности, принять и посылку, и коммунальные услуги, и отправить письмо, и денежный перевод. То есть, операторы у нас универсалы. Поэтому молодые люди, которые к нам придут на работу, они помогут операторам. Поэтому мы их ждем у нас на рабочих местах. По рассказам работников почтовых отделений, бывали случаи, когда молодые люди оставались работать в том же коллективе, где и проходили службу. В этом году ожидается, что ряды филиалов Почты России пополнят до 130 молодых людей. Будем надеяться, что такое количество призывников повлияет на работу почтовых отделений. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.